Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого такие слова и фразы. ФСБ, МВД, Центральный банк, безопасный счет. Сообщите код из СМС, данные карты, паспорта, СНИЛС. Об этом со ссылкой на представителей банка пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Самыми актуальными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, которые под разными предлогами просят перевести деньги на безопасный счет. Кроме того, мошенники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор или позвонить в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг или связаться якобы из социального фонда для перерасчета пенсии. 19 августа в день проведения в Самаре футбольного матча «Акрон-Рубин» будет усилена работа общественного транспорта. В связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Новосадовой в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамвай номер 22, 24, 24, К, 25 следует от Барбошиной поляны. До улицы Нововокзальной можно добраться на трамвайном маршруте номер 5. Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от Апельсина до улицы Ташкентской с соблюдением всех остановочных пунктов. Дополнительный подвижной состав будет подан на трамвайном маршруте номер 25. Он будет ожидать на остановочном пункте Самара-Арена после окончания матча. Также будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте номер 22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. Усилят работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта улицы Алматинская будут поданы дополнительные автобусы номер 1, 34, 41 и 67. Следующие в сторону проспекта Кирова. А на остановку улицы Дальняя дополнительные автобусы маршрутов номер 1 и 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайоны Крутые Ключи, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. Телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает о господдержке для семей, в которых есть студенты. Семьям полагается оплата обучения и общежития мат-капиталом. Образовательный кредит со ставкой до 3%. Оформить его может студент платного отделения с 14 лет. Налоговый вычет за очное обучение. Возраст ребенка до 24 лет. Опекаемого ребенка до 18. Родители могут вернуть до 14 300 рублей за каждого ребенка в год. Продление возраста для оформления других видов вычетов. Учет в составе семьи для единого пособия, если студенту не исполнилось 23 лет и он учится очно в колледже или вузе. На первом курсе до конца сессии все студенты получают академическую стипендию. Для отдельных категорий предусмотрена социальная стипендия. Студент до 22 лет включительно может оформить пушкинскую карту для оплаты культурных мероприятий. Лимит средств на не 5000 рублей на год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова